Привет, Гардианы, с вами снова канал Трипл Вайп, я Джонни Лейни и добро... да кто там пишет? Привет, Гардианы, с вами снова канал Трипл Вайп, я Джонни Лейни и новое лайф-видео. Сегодня я расскажу о скаутке, с которой я играю уже последний, наверное, месяц, очень к ней привык и... Блин, я не так часто вижу её в Crucible, чтобы молчать о ней. Сурос Ди-43. Вообще не новая скаутка, поскольку получить её можно было, начиная с выхода дополнения The Taken King у Гансмита. Как и любое другое суросовское оружие, по сути. Любимой эта скаутка стала у меня, потому что появился ролл с двумя перками на стабилу. Perfect Balance, Counter Balance и ещё Handley Stock в довесок. Короче, эта скаутка стреляет всё в одну точку. Да, у неё 19 патронов, этого может показаться мало, но с такой стабильностью вы будете промахиваться крайне редко, поэтому нормально. Есть ещё скаутка Сурос Ди-47. Она лучше 43-й, потому что на ней, во-первых, нарисован дракон, а во-вторых, у неё лучше скорость стрельбы. Пакет на эту скаутку у меня тоже лежит уже очень давно, где он? Вот он, почему-то с самолоновской эмблемой. Но её никак не принесёт Гансмит с нужными перками. А там я хочу либо аналогичный ролл, либо в идеале, чтобы была фуловая стабила и фул авто. Она тогда будет расщеплять. Она расщепляла так ещё, когда она только появилась. Тот ролл у меня был, но по каким-то непонятным мне причинам я его распылил. И теперь жду вот этот пакет, у меня лежит уже, по-моему, неделю четвёртую. Видео с живыми комментариями, вот таких видео, не выходило давно по одной простой причине. Скоро выход Destiny 2, и нужно было разобрать сначала все новости касательно релиза. Нужно было разобраться с саб-классами, со всеми новостями, которые были известны после презентации геймплея. Поэтому, да, я пока что сконцентрировался именно на новостях. Но скоро мы будем исправлять, наверстывая, так скажем, контент первой части. Хотя тут, в принципе, уже, конечно, можно сказать, что ничего не происходит. Но всё же мы с вами все сейчас ещё в этой игре и говорить, значит, о чём есть. Хотя, с другой стороны, скоро новостей о Destiny 2 снова появится больше. Вы знаете, что Destiny 2 будет представлено в каком-то виде и на Е3, которое пройдёт вот-вот в ближайшие несколько дней уже. Ну так вот, Е3, Destiny 2. Там покажут Аркстрейдера. Это, напоминаю, тот новый саб-класс Хантера, который пришёл на замену Блэйдэнсеру. Блэйдэнсера сломали, ломали, ломали его и в итоге сломали совсем. Теперь его оснастили палкой. Как минимум, на канале будет обзор всех перков, точно так же, как это было с саб-классами Даунблейд, Страйкер и Ганслингер. На самом деле, Банжи так старательно ломали Блэйдэнсера всё это время, что то, что они его заменили на новый саб-класс, прям неудивительно, и даже это проявление очень глубокой милости с их стороны. На этом моменте у меня накрылся звук, и дальше мне пришлось всё переозвучивать. Так что продолжу обсуждение запланированных тем вот в таком виде на фоне геймплея. А, собственно, следующая новость, которую я хотел бы с вами поделиться, это важная страница в истории канала Triple Vibe. Совсем скоро я преодолею отметку в 10 тысяч подписчиков. Стоит ли говорить, насколько это ощутимое достижение, думаю, это и так всем понятно. Пятизначное число в строке зрителей, я о таком и мечтать не мог. Это стало возможным, естественно, благодаря каждому из вас. Так что спасибо всем, кто меня поддерживает на протяжении всей работы канала. Конечно, как только заветная цифра будет достигнута, я выложу отдельное видео об этом, в котором и залью вам душу в благодарностях, поделюсь некоторыми планами для того, чтобы вы тоже могли понимать, в каком направлении движется канал. Естественно, такие события по традиции не могут остаться без конкурса, и сейчас я формирую с вашей же, опять же, помощью призовой фонд и непременно устрою какой-нибудь конкурс, который заинтересует моих зрителей. Но этот конкурс, кстати, будет не единственным. В ближайшее время готовлю еще один отдельный подарок для вас, но о нем расскажу в другом ролике, потому что там пока все очень вилами по воде. Ну, блин, если выгорит дело, то вы будете в восторге, уверен. Главное, напомню, чтобы вы ничего не упустили, нужно подписаться не только на YouTube канал, но и на группу ВКонтакте, там в два раза меньше подписчиков, это неправильно, а новости-то я там пущу довольно часто. Проще написать какой-то пост, чем записать видео с небольшой новостью, правильно? Ну и раз мы заговорили о других площадках, спешу сообщить, что я, наконец, возобновил более-менее стабильный график стримов на своем Twitch-канале. Там уже даже подключена та самая небольшая партнерка для бедных, но я мечтаю о получении настоящей поддержки от Twitch, и поэтому зову каждого присоединяться ко мне на стримах, там я очень часто играю со зрителями, отвечаю на вопросы и вообще круто провожу с вами время. Именно на своих эфирах я понимаю, насколько клевые у меня подписчики. Ммм, да, тем, кто уже был на стримах, я говорил, скажу и вам здесь на YouTube. Скоро выйдет небольшой монтажик с этих самых стримов, там собраны все крики и шутейки с рейдов за несколько последних прохождений, монтаж выложу также после 10 тысяч подписчиков на канале. Я его уже почти закончил, вот сейчас вот доделаю это видео и пойду монтажить дальше, монтажить монтажик, вот так вот. Также я думаю, что в скором времени на канале будут иногда появляться ролики касательно гаджетов, о которых вы спрашиваете и которые я использую. Опять же, те из вас, кто был на моих трансляциях, знают, что к релизу Destiny 2 я планирую обновить кое-что из техники. За это спасибо в первую очередь тем, кто донатит на развитие канала. Ну так вот, я подумал, что возможно кому-то из подписчиков покажется полезным рассказ, например, о том, что такое карта захвата, для чего она используется. Или, к примеру, если я поделюсь мнением о своем новом мониторе, геймпаде, ну и так далее. В общем, поиграю немного в техноблогера и посмотрю за ваши реакции на такие ролики. Будет их немного. На стримах, кстати, задают очень много однотипных вопросов. Чаще всего задают их те из вас, кто впервые там оказывается. Ну это, знаете, такие стандартные вопросы, типа, в каких программах я монтирую свои видосы, на какой платформе планирую играть в Destiny 2, уйду ли на PC, почему ушли из... Вот на такие вопросы я подумываю ответить в специальном видео. Как вам такая идея? Если вы за, пишите свои вопросы в комментариях к этому ролику, и я постараюсь емко ответить на наиболее часто встречающиеся. Не думаю, что их будет прям много. Возвращаясь к скаутке, которая является тут скорее как предлог к видеоряду. Не знаю, насколько нормально это видео по геймплею там вышло, но она реально очень крутая. Эта скаутка заставила меня убрать Миду, Волт. Миду, ту самую. Теперь я достаю ее только если играю там пьяный, и мне нужен максимальный аим-ассист из возможных. Скорее всего, эту скаутку я смогу заменить уже только на Дис-47, с аналогичным роллом, но в целом я правда доволен этой скауткой. Следите за пакетами, которые приносит Гансмит, и если заметите там Дис-43 или Дис-47, берите и ждите годный ролл, не пожалеете. Вы часто просите посоветовать хорошее легендарное оружие, вот советую. Запоминайте и не забудьте потом спасибо сказать. Ну а пока говорю спасибо вам я за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и канал на Твиче. Буду безумно рад видеть вас там. Счастливо!